продолжаем и топить за немцев у нас тридцать девятый ход следующем у нас сегодня будет обзорчик карты но прежде чем мы до него доберемся немножко ситуевина что у нас тут изменилось за прошедшие походе кем но вроде так ничего особенного не было небольшой отрядик крэймсу разбитый без проблем также была попытка проникнуть такими же небольшими отрядиками тремя где жену по в попытке снятия садом мы их разбили одним единственным отрядом конница мне за это даже дали героя дня у такого товарища конечно говнецо полная но у него три верности так подумал взамен погибшего почему бы и нет пускай здесь подходящие отряда разбивает генерал который по идее должен вести осаду у меня сидит в лионе все хорошо все хорошо иди-ка сюда ну-ка сдохни мерзавец все равно не сдохну как же тебя убить то а не убивашку конец а то он так и будет ползать возле города скотина тупая вот хорошо это это меня радует так конец и больше нету везде все заказывается денег завались пока что мы по крайней мере пока что завались вот там еще напомню генуя платят по заданию на что все тоже самое отдали новое задание на убийство еретика где-то в прибалтике у меня кстати это я этим собираюсь заняться у меня по моему вот этот убийца за через два ходика дойдет до штете нам там его будет ждать наш кораблик который отправит его выполнять данную миссию что мне еще интересно подходит подкрепление постепенно одно сюда второе наверное куда-нибудь сюда пока что никаких проблем с французами нету осаждать еще будем 6 ходиков торопиться нам некуда вот идет полный французский стек с ним будет битва скорее всего я не знаю в этой серии в этом если они успеют дойти до реймса то поборемся какие проблемы веду войну тайную улучшил отношения с поляками как их показать то где они эти поляки вот 7 из 10 еще пару тысяч докинул я прошлой серии там вы видели бабки обошлял вот докинул все стало таким вот образом с папой пока что у нас 7 из 10 вроде бы даже ухудшились было 8 из 10 куда деваться 59 лет и надо признать что он еще не очень долго протянет 59 60 то есть но дежон там и скорее всего успеем а вот дальше дальше у нас возможно начнутся проблемы поэтому скорее всего придется форсировать как только придут подкрепление наверное как-то нам придется ускориться и попытаться наверное париж и взять в париже ополченцы плюс если удастся разбить вот этот стек то отступят они именно в париж забьют весь гарнизон и нам будет выгодно но время все тоже у нас идет переобучение здесь много оценных отрядов что-то я отослал уже в мец переобучаться но еще и еще они не дошли короче есть тоже проблемы свои всякие разные так эти у меня двое идут в лагерь сразу вдвоем что еще бы рассказать я уж не помню играл вчера показываю сегодня так что мне сложно сказать на так сегодня у нас в основном будет заруба собственно в крестовом походе мы здесь смогли вроде занять правильную позицию датчане пришли вельну взяли в осаду на мы сейчас будем сражаться с этими двумя отрядами присоединиться присоединимся потом касаться вот там как каким-то образом они видите они вроде держат в осаде но стеков вильно не появилась полно то есть может узнают как она так может он еще появится непонятно наше дело сегодняшнее вот разбить этих засранцев что у них тут два командира с наследничка между прочим не хухры мухры так что легко явно не будет поехали так ну вроде можно начинать мы до тут а они я не знаю не к нам пойдут или как вы там это лесные дядьки к нам пойдете никого не видать вообще че совсем никого не видать кто-то вы спрятались собственно одноболисты с конницами они явно будут стоять у нас есть коциный отряд давайте его попросим разведать всю эту ювину и собственно сагрить на этот кусок я вырежу когда уже противник придет к нам тогда и начнем концерт по заехал так противник на нас сагрился это меня конечно же радует два отряда конницы сейчас пойдет на супостата неплохой замес давайте попросим присоединиться еще отряд пехоты посмотрим тут кто кого отряд конницы я уже потерял они там баллисту убивали если ничего не изменится так но вся оставшаяся литовская армия на нас нападает нехай нападает 26 обалдеть так здесь копейщики идут тут не копейщики идут в общем каждый твари по паре так что вы тут с этими ублюдками еще 20 рыло надо еще помочь вот этим отрядом норма да давай на помощь хорошо за этими ублюдками идите скорость снизить а то и не успеваю еще отряд пришел охрана полководца но сейчас мы их попытаемся перехватить ну чего остановились то дядь лэ удивились такие а шо да то мы и мы не можем за там так этот противник от нас дернул да с этим мы еще тут сражаемся с двумя эти ублюдки убегают ну давайте добить и там уже вот это вот говнецо четыре отряда пехоты в конце концов вы чё в самом деле обалдели что все началось вот куда вы побежали на хрена вот вот этот круг давали совсем что ли ебану но вы его убьете нет наш понимаешь что он командующий там но нельзя же так выдавая чаджиком спину их так убили князя ман видоса шикарно и вот это все идет сюда наша пехтура вы в конце концов кто там рыцарь или не рыцарь может начнете хуже убивать нет не вас долго еще ждать ну чё там белины объели что так гена наш продолжает буйствовать еще отряд полководца заметили надо потерял половину армии да в охренели я сам он 23 процента уже потерял это еще хорошо что противника стрелков мало девица лучников стреляют и все было больше бы это было бы кино ну и конницу я потерял у меня 7 осталось как я дальше буду сражаться я вообще не понимаю будет отряд убегает шикарно твой шестеро идите убейте лучников гена значит чтобы сделать гена будет вот это говно преследовать вот и вы тоже все что-то что-то будете преследовать хорошо один убегает на это пофигу балдиза раку наскова мы тоже грохнули двух командиров но мы за это заплатили заплатили четвертью армии и не кисло так и кисло с конец и вообще беда я даже не знаю стоит мне нападать на следующий отряд может что что-то из конницы у нас под восстановится сейчас посмотрим вы были по идее по любому под восстановится вопрос только сколько сколько восстановится ну и конечно наша пехота что-то как-то прям я не то что прям очень был разочарован но они победили свои схватки но как-то долго они это делали учитывая что там блин у меня одни рыцари вообще нормальная отряда вот так то по пехоте только вот здесь потери где конец чаджи вам ну и вот здесь вот у меня очень большие потери в одном из отрядов этих мечников здесь опять-таки же конница врага и отряды полководцев рубились ничего вы тут уже все нет они 5 сопровождаю выродки давай еще вот этого догоняяя будем закругляться отлично конечно доказал 285 потеряли блин вот тебе и доказательства 7 штук нам восполнят это хорошо мини стрели десятерых восстановят отлично и еще где-то конные пешие 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 пеших вижу ну ладно хрен с ними будем терять время Естественно казнить, но еще тысячу заработали, отлично. Ну конечно же слава, с Кастилией отношения ухудшились. Да ссал я на эту Кастилию, уж извините меня за мой французский. Так, ну а ты что будешь сделать? Он отошел, он отошел замку, да? И к нам присоединяются еще и датчане, не шутя. Против подобной армии генералов здесь нет, но здесь хреново куча лукарей и три отряда конницы, городская стража 1117. В общем явно надо дать союзничку первому пойти в бой. Олаф Хорфайер, да? Ну давайте взглянем, что у них тут за войска такие. Охотники имеются, да? Бродники, ну знакомый юнит. Пешие воины викингов 710. Купеческое ополчение, фу-фу-фу. Разбойники викинги 1016. Ополчение. Пешие хускарлы 1124. Сквайры. Боже мой, сквайры. Они даже хуже, чем купеческое ополчение. Ужас какой. Ну и плюс крестовые отряды. Два отряда рыцарей, ветеранов, и два отряда персонусов. Хорошо. Ну что, поехали. Так, ну мы постарались в привычной для себя манере. Давайте начинать. Противник перед нами, союзники немного сбоку. Противник, собственно, отступает, занимает более выгодную для себя позицию. Мы настаивать на чем-либо пока что не будем. Посмотрим, что будут делать союзнички. Дэм. Я вообще не хочу особо ввязываться в этот бой, коли есть нарвежцы. Нет, помогать, конечно же, будем. Не без этого. Вот они, красавцы выходят. Давайте это дело ускорим. Я просто сейчас не иду к противнику. Просто не хочу его согреть на себя. Пускай они тут начнут воевочку. А уж тогда мы, собственно, и будем подтягиваться. Потому что если они сейчас на нас пойдут, то норвежцы, конечно же, потом к нам тоже явятся. Но это будет не скоро. Так. Мы видим, что вроде как конница противника начала какие-то шевеления. Я подумал, они к нам идут. Вроде идут, но не идут. Идут, не идут. Это как тут из этого разряда. Нет, тут уже точно они никуда не идут. Поэтому наши войска немедленно посылаем в бой бегом. Они, конечно же, устанут, но куда деваться. Конница тоже поближе. Ну и пока что насладимся зрелищем боевочки. Но противник, кстати, не особо-то и спешит нападать. Так что тут надо тоже поосторожнее, особенно конницы. Чтобы первым леща не получить. У них там эти конные застрельщики. Они только в путь. Охотники, застрельщики. Но понеслась у них душа в рай. Коле поставили. Здесь коле... А, они еще и разделились. Вот это хорошо, что они разделились. Они еще и отступают. То есть, они не принимают бой. О, тут уже пошло. Ох, рыцари, только не на коле. Вы что ж творите-то, дебилы? И второе. Химическая сила. Два отряда конницы минус. И этот дебил погиб. Бог мой. Вот это лютая дичь. Таких дебилов я еще не видел. О, божечки. О, божечки, друзья. Это... Это просто какая-то, я не знаю... Такая дичь. Я такой херни никогда не видел. Ни что они между собой так и воюют. То есть, просто тупо на колья и айда пошла. Так что... Я в шоке, друзья. Просто в шоке нахожусь. От того, что только что сделали союзники. Два отряда. Два! Конницы свои. Просто на колья. Херак. Генерала, минусы. Теперь даже непонятно, будет ли там вообще они участвовать в чем-либо. Не уйдут ли они просто так. Господу, вражеский полководец бежал с поля боя. Вперед! Так бежал или погиб? Погиб. Командир... Да у них не было командира здесь ничего уж там. Короче, мы норвежцев подставили просто по полной программе. Наверное... Наверное, так как-то это надо сказать. Бежит! Пора погончить с ним! Ой, ё-моё. Ну, это, конечно, сказка. Но, правда, она очень страшная, эта сказка. И шансы на то, что мы теперь с норвежцев возьмем в Вильно, они... Значительно упали. Очень значительно. Где там кто бегает-то? Вы гоняете этих, что ли? Хотя тут и так все ясно, понятно. Да, ребят, это, конечно... Я просто в шоке. Два отряда подряд! Один за другом. Неужто они не видели, а? Ну, вот рыцари, они пытались уклониться. Как-то они вот в сторону пошли. Ну, нахер уклоняться, ну, остановитесь и все. Ну, Коля перед вами, ну... Ну, что за... Байда-то такая. Ну, это просто бред. Давайте еще и последних своих слейте. Еще на одних Колях. Ну, все, хорош. Как и предполагалось, мы победили. Мы одного потеряли. Всего-навсего. Наши союзнички 78 потеряли. Из этих 78, 60 это конец. Потрясающе. Противника убили, 40 там оставалось. Они должны сдохнуть, по идее. У тебя еще тысячу заработали. Ха-ха, нормуль. Диак, отношения с Орду и ухудшились. Ну, меня на вас настолько насрать, что просто... Я не знаю, что из всего этого получится. Давайте делать ход. Может быть, гарнизон не прибавится в Вильном. Может, он уже прибавлялся. Хрен его знает. Посмотрим. А, кстати, надо глянуть. Собственно, норвежцы что-нибудь уже сделали. Да, тараны, башни, лестницы, все дела. Все это у них есть. Хорошо. Хорошо. Я уже, в принципе, здесь подготовился. У меня все сделано. Надо сохраниться после этих боев. Напрягает стэк венецианской армии. Он постоянно пульсирует между Зальцбургом и Инсбургом. И, честно говоря, уже надоело мне. Ну, и ждем еще вот, когда Леон вырастет, бедолага. Еще полторы тысячи ему. Ну, по 3% прибавляется. Думаю, это произойдет скоро. Ну, ладно. Меньше слов, больше дел. Давайте в 40-й ход. Так. Конрад фунг Гогенштауфен. Это у нас кто? Конрад. Конрад, Конрад, Конрад. Вот он, Конрад. Ну, тогда я не против. Женись. Так. Битва при Бремюле. Бремюле. Столкновение между войсками английского короля Генриха I и армией французского короля Людовика VI. Произошедшее 20 августа 1119 года в долине Сены к востоку Труана. В местности, называемое в то время Бремель. Один из эпизодов англо-французской войны 16-го, 20-го года. А дальше, друзья, на паузе. Кому интересно, я это тоже прочитаю обязательно. В видео также на паузе. Но сейчас читать как-то там, сами понимаете, настолько много времени в серии, но нет. Как бы мне бы не хотелось, а мне бы хотелось, но не получается. Так. Произошло, конечно, супер событие. Норвежцы, потеряв командира, просто взяли и ушли. А я, конечно, просто орал в этот момент. Просто орал. Дипломатия в войну начала Сицилия с Арагоном. Это интересный, конечно, вопрос, что они там между собой не поделили. Престол Святого Петра заключил союз с Венецией. Не совсем гуд. Ну да ладно. Ну и плюс Сицилию также тут же отлучили от церкви. Это любопытно. И это любопытно. Ну, собственно, свадьба. Дали мы МЗТ тысячу. Так, Франкфурт убийца. Надо сразу его в дело представить. Потому что потом я тупо об этом забуду. Хорошо. Новости. Значит, Генрих V наш подхватил пневмонию. Ну, вообще, все плохо. Надо его тут забирать, к чертовой матери. Это крестовый поход сраный. Который мы чуть ли не единственный, кто участвует. Просто жопно. Так, итоги хода. Ну, первое место это Нормуль. По деньгам у нас тоже Нормуль. 15 штук в ход заходит. Бугагашечка, да. Ну, сейчас, конечно, строительство сделаем гораздо меньше. Гамбург построили конюшню. Теперь можем нанимать супер-пупер-ротери феодалов. Все дела. Круто. Так, давайте дальше по военочке. Вот, учебное стрельбуще закажем. Вена, склад ресурсов. Давай хлева построим. В Болоне грузовой причал. А, грузовой причал. Это хорошо. Хорошо. Давай поля здесь еще забацаем. В Зальцбург шахту. Ну, давайте тебя вот так вот как-то сделаем. Берна Плац умудрился сделать. Ну, давай, я не знаю, мастерскую лучников, что ли. О, у тебя тут полный комплект можно нанять. Шикарно. Конечно же, берем. Войска мне очень нужны. Так, это было Берна. Берна. Прага, рынок. Рынок, рынок, рынок. Рынок, рынок. Тут до хрена все можно на самом деле построить. Мец. Плац сделали, да. Ну, давай закажем войск. Войск давай закажем. И перейдем к конюшню. Ну, вот как-то так. Видите. Было 34, осталось 19. Бугага. Бугага. Дальше, что у нас из интересного. Французы. Французы. Я так и не понял, куда делись французы. Вот этот стек. Здесь, что ли, где-то заныкался. Да нет. На, ну вообще-то вот, они, ребятюшки, идут. Шесть отрядов, да. Так. Надо подумать. Надо подумать. Шесть отрядов это хрена. На самом деле. Надо их как-то перехватывать. Пехота не дотягивается. Бам-бара-бам-бара-бам-бара-бам-бара-бам. Где у меня какой-нибудь лазутчик? Иди сюда. Ага, и что у нас тут? У нас тут два отряда рыцарей. А, не рыцарей. Копического ополощения. 9-12, да? Два отряда ополощенцев с копьями. Топорик и один арбалет. Ну, прикольно. Конец их просто так не разгонишь. Нужны войска. Ну и что, мне снимать осаду, что ли? Да, ну это бред. Больный, больный бред. Больный бред. Если они присоединятся с с отрядом к этим ребятам, мне, наверное, будет больно, да? То есть, этот момент надо обдумать. То есть, если вот сюда, то пехота из Леона вроде бы как доходит. Ну ладно, над этим я потом подумаю. Здесь можно собрать войска, которые встретят. Еще он будет стоять рядом. Так, а что это у меня Милан посинело? Давай-ка срочно висели сюда застрой. Коль ты 75. Что-то я как-то этот момент упустил. Лазучек, что ли, какой засел? Да вроде нет. Так, здесь, значит, давайте из Альцбурга вернем хотя бы два отряда конеца. Я только не уверен, что мы вернем. Ну, задолбали венецианцы вот с этими проходами туда-сюда. Честное слово. А ты здесь, блин, думай, да или не да. Так, здесь давайте тоже думать. Сохраним. Ну, собственно, что? Семь ходиков. Семь ходиков. Тут я не знаю, рак на горе кряхнет. Если они вот таким составом останутся, мы, конечно, захватим. Да? Они таким составом не остались, они получили полный стэк. Мы заканчиваем этот крестовый поход. Пошлю и все в сраку. Понятно? А как тебе сделать там вот? Пошел нахер улыбку. Теперь мы, правда, за них будем платить со следующего хода, но для нас не проблема. Все. Для нас закончен крестовый поход. Пускай папа в него сам идет. Задолбал улыб. Так, убийца у меня где? Слушайте, ну может быть проще тогда еще один кораблик мне заказать вот здесь и не епать себе мозг. Он заберет потом убийцу, а этот кораблик уже отправить собственно забрать наших пацанов, нашего наследника, который страдает вот из санной Литве. Я не знаю. Это просто идиотизм полнейший. Рыжский залив куда-то туда надо. Это просто идиотизм, но я не знаю. Датчан разбили, норвежцы потеряли гену и сами ушли. В общем такое. Ссать на эту Литву у нас папа хорошие отношения были, да, но я еще денег дам, господи, будут они хорошими. Все. Давайте делать обзорчик. Уже забыл, что нажимать будешь там. Все. Вот. Вот как-то так. Ну, сразу можно оценить, что мятежных областей стало меньше, да. Поработали пацаны. Единственное, вот здесь вот на севере между Русью и шведами в Прибалтик, короче, еще такая, более-менее мятежная. Кстати, посла послать в Литву, чтобы они как-то что-то, что-то как-то. Ну, видимо, англичане взяли Дублин, вроде бы, как взяли, он вроде мятежным был, хотя я могу и ошибаться. Войск, войск у англичан вроде как много, вижу полных три стэка, которые идут на Эдинбург. Но в три стэка, если вместе навалиться, может быть, они что-то здесь и сделают с шотландцами. Как-то так. Ну и плюсы у них по-прежнему Кан. Ну, видим, что вот французский стэк полный. Собственно, вот куда он делся, этот французский стэк, который, я думаю, к нам пойдет. Они не к нам пошли, они пошли к англичанам. Вот они их осаждают, как только пойдут на приступ у них появится полный стэк и французам ни хрена не светит. Изменений по городам никаких не произошло. Все, кто что удержал, то и держат. Шотландцы, норвежцы. Давайте более пристально обратим свой взгляд на Францию. Париж, штэк, штэк, да, плюс Рен, Анжер, Бардо, Клермон и осаждаемый нами Дижон. Это все прекрасно. Арагон забрал себе Дулузу. Плюс они теперь воюют с Сицилией, но я не особо понимаю, где они вообще смогли пересечься с этой Сицилией. Не знаю, может быть здесь судя по Арагонскому флоту, может быть они бились за Калери, а Сицилия их отжала и собственно с этого у них все началось, да, но быть может, быть может, такое дело запросто. Так, Испания, что мы тут наблюдаем, ну все по-прежнему, Севилья в руках португальцев, испанцы копят силы, Мурсия в руках Арагона, войск куча, ну вроде как побольше стало в войску Кордовского халифата, но опять-таки все провинции, что были, те и остались, изменений вроде бы никаких нету, Алжир, Аран, да, точно никаких нету, зато Сицилия неплохо укрепили, забрали они себе Константина, Магдио, Триполи, дальше не они, вот, им еще остался только Тунис забрать, в Тунисе полный стэк мятежников, сейчас они вот Калери берут мятежные, здесь конечно у них вообще это получится, два хода осталось им дождаться, вот как-то так, ну давайте дальше по Африке пройдемся, здесь Фатсимиды, Фатсимиды без каких-либо изменений, все у них по-прежнему, у них он газу осаждает иерусалимские войска, но шансы взять, как вы понимаете, няма, няма, здесь Керак вроде как за Акабу воюет, но у тех, у других войска вроде бы как есть, Меку пока что не взяли мятежную, опять-таки изменений в составе городов, каких-либо я опять-таки не наблюдаю, вроде как нет, хотя могу ошибаться, вот Эдеса насчет Эдеса, это надо смотреть прошлое видео, 25-го хода, когда был обзор, кому Эдеса принадлежал, потому что оно вроде бы туркам, не уверенно, вроде бы нет, вроде бы так все и было, вот, ну короче, без изменений, войнушка у них тут идет, но она такая, она еще долго будет идти, что у нас тут еще турки, турков как всегда много, армии у них многочисленные, стрелково-конные, так, здесь у нас Хорезм чувствует себя вроде как хорошо, но это опять-таки он себя чувствует хорошо, пока монголы не придут, но я уже честно говоря, с этим скриптом на гарнизон, гарнизонным скриптом я уже за этих монголов опасаюсь, потому что им будет сложнее в этот раз брать города, гораздо сложнее, грузины, грузины, ну вроде у них все как было, да, Тебрис, чей он был, Тебрис, мятежный, ну вроде бы мятежный, я уже думал, вы взяли к 40-ому ходу Керманшахта, но нет, он мятежный, вот его осаждают, Хорезм скоро возьмут, неясно, понятно, что у нас по Грузии, Грузия вообще в этой катке как-то она раскинулась, раскинулась, взяли Саксин, Саксин взяли и неплохо так зашли на Крымский полуостров, Кафу забрали, Тмутракань, обычно это дело себе половца отжимают, а, либо русичи, вот в этот раз грузины вмешались, ну у грузин хорошие войска, даже в начальный вроде период, а в поздний так вообще там монстры, монстры, вот, за них играть вполне себе удобно, так, ну видим, что идет неплохая такая бойня между половцами и Хорезм Шахом, Хорезм хочет и АИК забрать тремя стэками, и примерно столько же половцев хотят не дать взять АИК, в общем, им тут весело вместе, не будем их отвлекать, Владимир, Владимир, без каких-либо изменений, Новгород, 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 куча войск, только-только начали осаждать Псков, это конечно неожиданно, учитывая, что это чуть ли не первый город, который надо было бы брать, этому саму Новгороду, а что-то они как-то, я не знаю, какие города были мятежными, и почему Псков еще не взят, Новгород явно тормозит, они уж могли бы, я не знаю, еще прибалтик себе захватить, Дербт, Ревель, с этим делом они тормозят, ну, Литва, Литву я даже не знаю, что для них стало хуже, а что лучше, они так навскидку получили как минимум три стека на халяву, так что я думаю, что они не против были этого крестового похода, отнюсь, но мы будем отсюда сваливать, я не вижу смысла в этой затее, у нас задание было, мы его выполнили, честно выполняли, пытались взять, но с этим гарнизонным скриптом, я в душе не ебул, как брать эти города, вот так вот, сразу, без осады, а осаду делаешь, нужен еще как минимум один стек прикрывашки, который будет собственно отгонять от стека, который осаждает город, другие войска противника, это еще левое государство, которое еще не развилось, всего лишь внутри города, и то взять не смогли, хотя тремя государствами ходили, да, три стека было и все обосрались, в том числе и мы, у меня вот то, что осталось, они уже не способны что-либо сделать, у меня конница нету, пехтуры, много, но у противника как бы не меньше, а на стенах нас не стреляет за милую душу, так что тут без вариантов, собственно, только уходить, так что, как-то так, рюсь, рюсь, киевская рюсь, что у тебя, я так понимаю, они с половцами, наверное, воюют, ну, а лешья, то ли было, то ли они взяли мятежную, Переславль, Чернигов, Новгород, Северский, тоже не уверен, мятежный он вроде бы изначально, туров точно был, а вот Минск они, наверное, взяли, а может и не брали, шутил, знаете, ну и на этом вроде бы все, да, тут еще немножко половцев, как обычно, ну, половцы, можно отметить, они галич забрали, обычно галич берут поляки, если у поляков все совсем плохо, то берут русичи, вот, ну, наша катка определенно с того-другой, здесь, собственно, а, извиняюсь, извиняюсь, это венгры забрали, а не половцы, просто они по цвету схожи немножко, только значком отличаются, венгры забрали, галича там, ну, скажем так, более легкий к пониманию факт, чем половцы, скажем прямо, Византия, Византия, на Никосии сидит, трапезун держит, как обычно, Синоп, не знаю, Синоп, сразу турецкий, или они забрали турки его, Никея, так точно, турецкая, но, Византия, в своих границах, получается, сидит, каких-то новых городов, я у Византии не вижу, война у них, и с Венецией, и с Венгрией, и с турками, но, вроде, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, они же могли замириться, сто лет назад, с Венецией, с Венецией, с Фатимидами, с турками, венграми, и даже с киевским княжеством, обалдеть, всех собрали, и вообще без союзников, молодцы, византийцы, вы определенно, идете к успеху, прямо вот, определенно, определенно, но, было бы неплохо, влезть, конечно, в эту Катавасию, забирать, тут города, в Византии, тем более, на это нам, папа, ничего плохого не скажет, но, у нас другие задачи, у нас другая компания, нам нужно Францию убить, Данию убить, Гену убить, и, в общем, нам западными территориями надо заниматься, так что, мы никуда лезть не будем, с вами, ай, что у нас тут, Венгрия, но, Венгрия, вот, получается, забрала себе Загреб, забрала себе Галищ, из мятежных городов, да, в остальном, они в своих территориях находятся, без каких-либо изменений, сапожок наш, Сицилия, который только что получили от церкви, я не знаю, по-моему, вообще ни жарко, ни холодно, папик копит силы, вот, ты, скотина послал бы их в крестовый поход бы, может, что-нибудь, и, 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 смогли бы бы, сидеть в своем Риме сраном, в войска купить, сволочь, один слой, так, Генуя, Генуя, ну, что Генуя, вот, они забрали себе Марселя, дальше, куда им идти, севера я, извините, севера я, нахожусь, дальше, дальше, тут Арагон сидит, в Италии, опять-таки, они ограничены мною, либо папой, в море, обычно, вот, Генуя, на кольер берет, в этот раз, что-то у них пошло не так, по всей видимости, и я к этому, совершенно, не причастен, мы с ними не воевали, то есть, не совсем понятно, так, вернемся в Европу, в Восточную Польшу, как поживает Польша, ну, вот, они пытались Палангу взять, но их датчане, опередили, датчане тоже смекнули, что нахрен, это крестовые походы, и больше стыков не посылали, с этим крестовым походом, Палангу берут, молодцы ребята, что тут скажешь, и сказать-то нечего, мы опередили поляков, мы у них Прагу, забрали, Штетин, у них Шведы забрали, кстати, вот смотрите, крестовый поход, все-таки датчане кого-то послали, разбитый полустэк, с правителем, обалдеть, ну, удачи вам, удачки вам, а вам удачка потребуется, так, здесь, значит, видим, что Салу, вроде как, Новгород, осаждает, скорее всего, заберет, здесь еще много, мятежных городов, в самой Скандинавии, шведы, забрали, таки, ботну, а так, у них, вялотекущая война, с датчанами, датчане, в принципе, получается, послали один стэк в крестовый поход, там его разбили полностью, плюс сейчас один стэк ушел, паланку захватывает, ну, и все равно, как видите, у датчан еще пару-тройку стэков есть, и они себя чувствуют вполне неплохо, да, но не знаю, не знаю, опять-таки, за 15 ходов каких-либо подвижек, я не увидел, норвежцы, но с ними все понятно, в своих территориях, они единственное, только гриннингем захватили, и все, ну, и в принципе, мы прокатились вроде по всей карте, всю ее посмотрели, но и за 15 ходов, я должен отметить, что взятых городов, кем-либо, я не наблюдал, ну, то есть, возможно, если внимательно посмотреть, обзор 25 ходя, может быть, кто-то что-то захватил, именно у фракции, у фракции, а не мятежный город, вот, но я что-то как-то сомневаюсь, есть у меня сомнения, вот, на востоке, с Эдесой, но вроде бы, она тоже принадлежит, крестоносцев, просто в разных модах, в разных компаниях, Эдеса, она то туркам принадлежит, то крестоносцам, я из-за этого, возможно, запутался, а больше городов, которые были взяты, именно фракции, у фракции, я не наблюдаю, от слова совсем, а может быть, что-то, что-то я упустил, какой-то город, где-то, может быть, вы в комментариях, мне подскажете, но я, честно говоря, не вижу, просто не вижу, в общем, этот гарнизонный скрипт, надо, надо его, переделывать, как минимум, я, я, наверное, мое предложение, таковое, сделать, один, единственный, полноценный, стек, то есть, взяли вас, стек появился, и пускай, остается, навсегда, один, больше, тот город, подобных стеков, никогда не даст, вот, один стек, за игру, я думаю, это будет, более логично, и более, правильно, чем вот каждый раз, по стеку, потому что, ну, это полный абзац, это, я так предполагаю, никто, ни у кого, вообще, города не заберет, потому что стеки, даже он полный, если, при борьбе, с другим, полным стеком, нападая на город, преодолевая стенность, башни, один хрен теряет, гораздо больше, чем обороняющийся, и, захватить, вряд ли, получится, в общем, как-то так, в общем, как-то так, а если сделать стек один единственный, за всю катку, то, ну, один раз они от обороняются, да, потом, если так либо уйдет, либо будет сидеть, но все равно уже как-то будет терять постепенно войска, кто-то будет нападать, убивать, да, и в конце концов, все-таки случится, а так, получается, что этого никогда не случится, захвата, одной фракции, города у другой фракции, в общем, все это очень печально, на самом деле, конечно, будем держать, пока что, в ситуации наблюдать, так ли это, через 10 ходов, снова сделаем обзорчик, посмотрим, если ситуация вообще не будет меняться, никаких, взятий так не будет происходить, то я даже не знаю, что мы будем делать, учитывая, что вышел патч номер 5, который требует перезапуска кампании, то возможно, мы эту катку будем закруглять, и начинать по новой, как другую фракцию, потому что, ну а что делать, если, если так все и будет оставаться, без изменения, ну а смысл играть там, ну получится, будем единственная фракция, которая будет захватывать, как-то города, другую, с большими проблемами, очень долго, но как-то сможем, и то нам везет, что Франция отлучена от церкви, но вот папа сдохнет, либо французский король, и как бы она вернется в лоно, и тогда уже как, как воевать с Францией, моментальный захват в городах нельзя будет осуществлять, а долго держать тебе, папа в любой момент пришлет, инквизитора с посланием, что необходимо прекратить войну, либо отлучение, и все, и делай, что хуже, если ты оставишь войско в осаде, это будет считаться нападением, и тебя отлучат от церкви, со всеми вытекающими, так что я не понимаю, что нам делать дальше, катка была шикарная, страна была шикарная, но этот скрип все обосрал, пока что так, ну и на этом на сегодня все, ставьте лайкосом, пишите комментосом, ну и конечно подписывайтесь, подписывайтесь на канал, всем хорошего, пока-пока.